Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Группы связаны с другими группами какими-то идейными связями и обменом литературы. Провал одной группы не ведет к провалу остальных участников подполья. И в этом, по мнению Геннадия Гудкова, и состоит самая большая сложность на сегодня. По словам эксперта Следственного комитета, террористами руководит очень серьезный идейный фактор. Чтобы совершить теракт, им уже не нужно употреблять психотропные или другие препараты. Их идеологические идеи очень просты. Это ненависть к государству и обществу. Ведь ни бедность, ни экономическое расслоение никогда ранее не приводили к такому числу терактов. И сейчас главная задача ФСБ – отсечь людей, которые взяли в руки оружие и взрывчатку, от всех остальных. Напомним, мощный взрыв в международном терминале аэропорта Домодедово прогремел 24 января в 16.32 по московскому времени. Взрывное устройство мощностью около 7 кг в тротиловом эквиваленте сработало на выходе из зеленой таможенной зоны терминала прилета международных рейсов. Погибли 36 человек, более 120 были госпитализированы. Президент Египта Хосни Мубарак под влиянием беспорядков, продолжающихся в стране, решил, что Конституции необходимы изменения. Глава государства сегодня встретился со своим заместителем Амаром Сулейманом и поручил ему создать комитет, который разработает поправки в основной закон страны. Изменения коснутся президентских выборов. В частности, срок полномочий главы государства может быть ограничен. Эти изменения должны будут опробованы на практике осенью этого года, когда в Египте должны состояться президентские выборы. Заместитель Мубарака сообщил, что разработан план мирного перехода власти от действующего к избранному президенту страны, передает это Артас. Президент приветствовал национальный консенсус, подтверждающий, что мы начинаем идти по правильному пути и выходим с сложившегося кризиса, сказал Сулейман. Заместитель президента сообщил, что Мубарак уже сформировал комитеты, призванные обеспечить диалог между властью и оппозиционными партиями и расследовать столкновения, произошедшие между сторонниками и противниками действующего режима на прошлой неделе. При этом Мубарак через своего заместителя пообещал не преследовать участников беспорядков. Последние две недели Каир был охвачен волной массовых протестов. Жертвами столкновений по версии правозащитной организации Human Rights Watch стали 297 человек. Правительство Стивена Харпера попало под шквал критики из-за попыток взять под контроль канадскую радиотелевизионную и телекоммуникационную комиссию CRTC. В понедельник консерваторы, отмахнувшись от критики, продолжили вести свою линию и в качестве способа достижения своих целей сделали несколько назначений на ведущие посты CBC Радио Канада, своих тайных агентов. Одним из таких назначений оппозиционные партии назвали назначение Тома Пентефунтаса на должность вице-председателя CRTC, аргументируя это заявление недостатком необходимых рекомендаций для соответствующей должности и политическими связями Пентефунтаса. Это назначение означает, что правительство снова и снова пытается внедряться и влиять на работу CRTC, и последние действия консерваторов являются прямым вмешательством в работу комиссии, говорит критик от партии демократов Чарли Ангус. Ассоциация прокуроров провинции Квебек намерена в ближайшее время провести забастовку. Акция может парализовать работу практически всей юридической системы провинции. Как утверждают представители ассоциации, в настоящее время все ее члены работают на полную мощность, но для того, чтобы разобрать все дела в ассоциацию, требуется нанять как минимум 200 новых работников. Джей Ди Джералс, один из представителей организации, заявляет, что полностью прекращать работу ассоциация не намерена. Так обвинители будут по-прежнему рассматривать дела людей, которым угрожает тюремное заключение. Рассмотрение прочих дел будет отложено на время проведения забастовки. К акции планируют помимо прокурорских работников присоединиться и другие служащие юридической системы, включая федеральных адвокатов и нотариусов. Это может повлечь за собой задержку прохождения в Национальной ассамблее Квебеком новых законов и актов, так как документацию, проходящую в Законодательном собрании провинции, проверяют государственные адвокаты. Сегодня был опубликован январский индекс, описывающий состояние рынка недвижимости в Канаде. Индекс, определяющий, сколько нового жилья, было построено в отчетный месяц, включая и закладку фундамента, которая также относится к началу строительства. Прогноз на январь – 171К, значение показателя в декабре – 168К. «Уникальная банковская система Канады позволила выстроить экономику во время мировой рецессии, избегая катастроф на рынке недвижимости, замеченной не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Хорошо отрегулированный жилищный сектор Канады был важной силой, которая позволила нам избегать ошибок других стран и помогла защитить нас от худшей из недавней глобальной рецессии», сказал министр финансов Канады Джим Флаерти. Благоразумные меры, о которых объявляют сегодня, основаны на мотивации трудолюбивых канадских семей к инвестированию свободных средств в свои дома и будущее. 18 марта 2011 года вступят в силу откорректированной основы гарантии ипотечного страхования. Снятие государственного страхования по кредитному договору вступит в силу 18 апреля 2011 года, сообщается в Министерстве финансов Канады. Канадское федеральное агентство по туризму и Центр по борьбе с мошенничеством просит граждан страны воздержаться от того, чтобы отправляться в путешествие с людьми, с которыми они знакомятся на социальных интернет-сайтах типа Facebook или Twitter. Кроме того, не рекомендуется на таких веб-сайтах выставлять свои планы о путешествиях и поездках. Делая это, вы даете лишнюю информацию мошенникам, которые могут планировать ограбление вашего дома в ваше отсутствие. Часто, помимо всего прочего, такая личная информация используется злоумышленниками для того, чтобы выманить деньги у родственников, сообщая им, что вы попали в беду или находитесь за границей в затруднительном положении. За последние несколько дней лидер прогрессивно-консервативной партии «Онтарио» Тим Худок сделал несколько заявлений, немало удививших не только политологов, но и самую широкую публику. Несколько шокирующим было первое заявление Худока, высказавшего сомнение в том, что если его партия придет к власти, то немедленно отменит введенный правительством Могинзи дополнительный налог в пользу системы здравоохранения. Тим Худок заявил, что вначале хочет рассмотреть все за и против такого решения. В понедельник лидер консерваторов провинции пообещал в случае, если станет премьером, вернуть в магазин дешевое по доллару за бутылку пиво. Ценовая атака компании «Лейкпорт Бруи», снизившей цену на свое пиво до 1 доллара, вызвала немалое раздражение со стороны гигантов пивоварения. Министр финансов «Онтарио» Двайт Данкан положил конец этой программе, установив минимальную цену в 25 долларов 60 центов за коробку в 24 бутылки или банки. Позже эта цена подросла еще на 35 центов. Повышение на 1 доллар 95 центов, как нетрудно посчитать, удорожает каждую бутылку на 8 центов. Худок уверяет, что это удорожание больно бьет по карману антарийских семей. Радует, конечно, что оппозиция заботится о кошельках граждан провинции, однако для того, чтобы победить в Антарио, прогрессивным консерваторам придется подумать над более четкими и конкретными предложениями, касающимися наиболее важных аспектов бытия в провинции, нежели чем обещание снизить цену на пиво. Финансовая корпорация TD Bank решила значительно увеличить время работы местных отделений. Всего порядка 300 отделений будут работать отныне в воскресенье, в том числе 60 из них в регионе Большого Торонто. До этого банк уже изменял график в сторону увеличения часов работы в субботу. И вот теперь в некоторых районах людям будет намного легче найти время для того, чтобы уладить своим финансовые дела. В продолжении выпуска обзор вчерашних матчей НХЛ. Вчера Павел Дацу, которого Детройту явно не хватало в регулярном чемпионате, триумфально вернулся на лед. Детройт в оптимальном составе один из лучших клубов НХЛ. Без Павла Дацука команда тоже сильна, но все-таки это уже несколько другая команда, менее грозная. Российский центр форвард оборонительного плана является одним из тех людей, вокруг которых строится игра красных крыльев. Он мозговая начинка Детройта, его теневой лидер. Целых 19 матчей пришлось Детройту обходиться без Дацука, у которого был перелом правого запястья. Девять раз красные крылья проигрывали, а в последних двух встречах и вовсе получали красивые баранки. Занимая второе место после Ванкувера в западной конференции, Детройт с Датсуком играл на выезде против Рейнджерс, которым необходимо стараться, чтобы пробиться в плей-офф на Восточном фронте. Так что матч никак нельзя было назвать проходным для красных крыльев. И все-таки Детройт на Джо Луис аренам были на этот раз непобедимы. На третьей минуте второго периода Датсук прервал безголевую серию Детройта. На этом Павел не успокоился и стал соавтором второй шайбы Детройта, автором которой оказался Гудлер. Нью-Йоркский клуб пытался исправить ситуацию, но смог лишь добиться поражения с разницей в одну шайбу 2-3. Отметим, что за Рейнджерс провел, в общем-то, неплохой матч россиянин Артем Анисимов. Он нанес три броска по воротам Ховардом, а его показатель полезности не был отрицательным. Если в Детройте Датсук является одной из звезд, то Брызгалов безоговорочный лидер Феникса. Без Ильи Койоты сейчас бы даже не помышляли о плей-офф. Да, Фениксу предстоит еще бороться за него, и шансы конкурентов обойти Койота велики. Но прежде этим самым конкурентам нужно будет пробиться через прочную стену в воротах Феникса. Брызгалов вчера оформил свой пятый шат-аут в сезоне, а Феникс второй раз к ряду обыграл соперника, оставив свои ворота на замке. Впервые за последние семь лет Феникс добивается такого результата. Напомним, в сезоне 2003-2004 Брайан Бушен показал потрясающий хоккей. Пять раз Феникс сыграл на ноль с нынешним сменщиком Сергея Бобровского в воротах. На этот раз Феникс разгромил Колорадо со счетом 3-0. Это позволило Койотам перебраться уже на четвертую строчку в западной конференции. Впрочем, от девятой команды Лос-Анджелеса Феникс отделяет всего 3 балла. Николай Кулемин из Торонто провел безупречный матч на Air Canada Center с Атлантой 5-4. Торонто сейчас сильно отстает от восьмой строчки восточной конференции, дающей право на плей-офф на целых 9 очков. А восьмое место разделяют две команды Атланта и Каролина, набравшие по 58 баллов. Тем временем лидер лиги Ванкувер без проблем расправился с одним из аутсайдеров регулярного чемпионата Оттавой. Уже к 23-й минуте встречи счет был 3-0 в пользу косаток. Итоговый же результат матча 4-2. Дублем отметился правый нападающий победившей команды Самуэльсом. Это была уже шестая победа Ванкувера подряд. У Оттавы показатели совсем другие. Команда Алексея Ковалева проиграла 10-й матч к ряду, а за последние 17 поединков сенаторы добились всего одной победы. Кроме того, Оттава не выигрывает Ванкувером с 2004 года. Отметим также, что Эдмонтон легко обыграл Нэшвилл без Николая Хабибулина. Более того, нефтяники не пропустили голов. 4-0. Впервые за последние три месяца Калгари вошел в зону плей-офф, сразив дома действующего обладателя Кубка Стэнли Чикаго. Матч завершился со счетом 3-1. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Шахова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова